Вот так сегодня, через четверть века, я снова посетил Шамардинскую, Казанскую пустынь, которая сейчас имеет статус Патриаршего Ставропегиального монастыря. Смелый путь проехал в паломческую поездку на один день. Был жаркий летний день. Кто ездил, наверное, знает, что это очень тяжелые поездки, где больше времени тратиться на дорогу, ехать сюда из Москвы. 250 километров, вот за один день мы посетили Оптину пустынь и Казанский Шамардинский монастырь. Тогда только-только восстанавливался. Конечно, очень многое с тех пор изменилось. Восстановили главный храм, построенный по проекту архитектора Шербуда. Это, как и весь этот ансамбль, построенный в краснокирпичном, всем русском характерном для того времени стиле в конце 19 века. Но я вот никак, для меня это было откровение, сама вот эта дорога. Как хорошо, что два километра здесь надо было идти пешком. Я совершенно не представлял, что здесь такие красивые пейзажи. И, конечно же, вот, одетые красками, мои любимые золотые осени. И вот, когда я шел сюда, остановился, я что-то запомнил о сборной земли. Знаменитый пейзаж Левитана «Золотая осень». Вот это место. Конечно, этот пейзаж был снят совершенно написан, совершенно не здесь. Тоже недавно узнал. Он был написан в совершенно другой месте в Тверской области, в Удомельском крае. В окрестностях Удомельского озера. Но, тем не менее, вот, что-то мне вот так вот запомнилось. Вот эта вот рощица березовая. Очень напоминает как раз эту вот возвышенность. Это знаменитый Левитановский пейзаж. Как известно, вот, через который он передавал не только всю нашу прелесть русской природы, вот именно даже таких каких-то, может быть, тяжелых, может быть, таких вот состояний их погоды. Во время дождя, пасмурно, во время туч, вот примерно такой же сегодняшний ветреный день. И, тем не менее, показать вот через это вот, даже вот через такое состояние природы, отразить и свое настроение, а может быть, даже то, что называется душой России в какой-то степени. Поэтому, действительно, его пейзажи, они необыкновенно философские, как ни одного другого художника. Но это мне так вспомнилось просто, увидев вот эту вот обширную даль с этим пейзажем и березовой рощицей на переднем плане. А на самом деле этот пейзаж был написан именно там. Я почему вспомнил? Я собирался в этом году поехать также в Тверскую область, вот именно в Удомельский край. Но вот так получилось, что поехал сюда, наоборот, в Калужскую область, в Пустыню, на праздник преподобного в России Удомельского. Но будем надеяться, что Удомельский край будет еще впереди. Вообще, в моих планах было посещение Удомля и Пустыни в лето, конечно, хотелось, когда было бы тепло, солнечный день. Хотя, на такие здесь, конечно, земли, летом, яркие краски, какой-то, но все-таки вот погода, конечно, как-то, понятно, поездка, хотя поездка лучше всего летом. Но я не смог за это вот сюда, в Удомельский край, в Удомельский край, надеюсь, свежую, когда-то еще уже первые штыки. Времена года, благо, велика Россия и множество чего здесь есть, посмотрите. Во всех городах есть какие-то удивительные места, святые места, исторические праздники, а где-то просто такие многочисленные пейзажи русской природы.